МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они, по сути, становятся объединениями владельцев собственности на землю и строения. Что это дает собственникам садов и недвижимости, мы поговорим с Александром Муравьевым, председателем Совета объединения садоводов и собственников недвижимости, и Мариной Симоновой, юристом этой же межрегиональной общественной организации. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Марина. Ну вот начнем с того, что раньше все было просто. У садовода на руках была обычная членская книжка. В которой было прописано все. И члены семей, которые имели право на этот участок, и то, что они владеют конкретным садовым участком. Вот что сейчас дает эта членская книжка, и, по сути, что меняется? Ну, по сути, данные изменения еще назревали в 2014 году, в сентябре месяце, в связи с изменением в гражданском кодексе. Где полностью сейчас нет такого понятия, как ТСЖ, нет такого понятия, как садовое некоммерческое товарищество. Все это стало ТСН, товарищество собственников недвижимости. То есть при смене устава или внесении изменения каких-то в устав существующего СНТ, возникла необходимость переименования именно в ТСН. То есть организационно-правовую форму необходимо менять. То есть, подождите, мы сейчас говорим про то, что вот у многих на руках еще существуют вот эти членские книжки садового какого-то товарищества. Они имеют какое-то... Членские книжки садового товарищества имеют силу в том случае, если человек является членом этого садового товарищества. Так. Соответственно, но если у него нет на руках свидетельства управе на данный участок, ну, то есть он не зарегистрирован, по сути. То есть к членской книжке еще нужен документ, который... Да, так называемый. Раньше все называли зеленкой. Так, вот чтобы этот документ получить, что нужно? Что нужно сделать человеку, чтобы получить этот документ? Ну, тут как бы несколько вариантов. В зависимости также от того, какие есть бумаги у людей. То есть, если, допустим, есть вот эта вот самая членская книжка просто, и больше ничего нет, то необходимо справку брать из садового товарищества на оформление полного комплекта документов. Это все утверждается в земельном комитете. Это все подписывается. Вообще это очень такая тяжелая процедура, да? Она достаточно длинная. Тут надо сказать, что еще нужно на общем собрании, собрании уполномоченных данного садового товарищества поднять на голосование вопрос, так как это является высшим органом управления СНТ, о том, что необходимо вот этих членов, которые с книжечками, включить в состав садового товарищества. Соответственно, юриды Юра, да, они являются с этого момента членами СНТ. После этого они имеют право получать соответствующие справки о том, что они являются членами этого садового товарищества. Уже потом проводить уточнение границ своего садового участка, да? Правильно? Да, да. Вот давайте тогда поговорим. Еще перебью, хочу сказать информацию. Вот раньше у людей были старые госакты. Такая книжечка желтоватого цвета. Нужно поискать в своих. Да, нужно поискать в своих, потому что иногда эта книжечка очень большое какое-то влияние оказывает при дальнейшем вообще оформлении. И у кого вот этих книжек нет, то это усложняет всю систему оформления. У кого вот эти книжки есть... То есть членская книжка садового товарищества это одно, а еще значит государственный акт? Да, когда нарезали участки, выдавали вот эти вот госакты старые. Старенькие госакты. Понятно. Да, 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 да. Вот кто в свое время получил зеленки по вот этим госактам, не все почему-то зарегистрированы вот в этой единой базе. То есть нужно как бы посмотреть все свои документы, не полениться, сходить в МФЦ, проверить действительно ваш участок там зарегистрирован или нет. Если этого просто до конца года не сделают, то вполне возможно, что эти все земли перейдут в аренду администрации. Администрация уже будет распоряжаться этими участками либо на торги, либо как это уже и в суде это уже потом не докажешь. Не докажешь, да. Хорошо, теперь сколько стоит самое главное оформление вот этих документов и как долго длится вот процедура этих вот этого оформления? Ну, у нас как бы самая по городу низкая цена это... Вот самая большая цена в городе. Ну, немножечко рассказать, что да, цены градируют там и 10 тысяч слышал, и 6 тысяч. Это полный пакет, если, да? Ну, да, полный пакет оформления вот этих... Что туда входит? Кадастровый учет, неживание... Кадастровый учет, согласование границ с соседями, потом все работы по подаче на регистрацию. Соответственно, ну, вот весь этот пакет, благодаря действующим программам, ну, ряду проектов, которые на базе нашей общественной организации удалось сократить к минимуму. Хорошо, сколько примерно можно озвучить эту стоимость или нет? Да, это стоимость 3,5 тысячи. То есть, в принципе, это самая низкая стоимость сейчас в Челябинске по межеванию. Да, еще хочу уточнить, что межевание это установление границ и закрепление на местности, потому что некоторые люди не понимают этого слова и... Что значит закрепление на местности? Ну, это привязка к местности для того, чтобы любой человек мог открыть публичную карту и увидеть именно свой участок. Это касается не только... Нанесения границ на карту Росрегистра. Да, это касается не только и садов, это и ИЖС, и поселки, в общем, все земельные участки. И самое главное, что это решает все споры с соседями. Да, это решает все споры, все судебные вот эти вот дела. И без вот этого межевания, то есть не до 2018 года, это нужно сделать после 2018 года, уже распоряжаться полноценно на этими участками будет невозможно. Вот если говорить о садоводах, это вообще определенная социальная группа населения, которые живут своей жизнью, они практически ни у кого ничего не просят, но, в общем-то, никогда не отказываются от помощи. Какая самая главная помощь сейчас им необходима? Самая главная помощь перед садовым сезоном, это как раз-таки сэкономить бюджет на приобретение ежегодных вот этих вот всех продуктов, скажем так, для обработки или товаров, для обработки своих участков, для посадочного материала приобретения, что тоже предоставляется членам нашей организации. А как? То есть я, например, садовод, да, я обращаюсь к вам, и я какую-то скидку получаю? Членский билет, нашу народную карту, смотрите, какие организации коммерческие, предоставляющие данные услуги, с нами сотрудничают, и все, можете туда обращаться, предъявить эту карточку и получить хорошую скидку. Вот в составе ваших партнеров есть еще управляющие компании, которые часто подвергаются всевозможным претензиям со стороны жильцов и собственников недвижимости. Вы каким-то образом взаимодействуете? Смотрите, к нам очень часто обращаются люди по вопросу некачественного оказания услуг в сфере ЖКХ. На взаимодействие с общественной организацией объединения садоводов, собственников недвижимости как раз-таки позволяет решить ту или иную проблему жильца, не выходя за рамки нашей общественной организации. То есть на ранней стадии, когда до судебном порядке, до обращения в то же самое ГЖИ, то есть общественная организация, по сути, это буфер между руководителем той или иной управляющей компании и потребителем этих услуг. Какие споры, например, у вас уже решали? Ну, решали, мы уже помогали не раз в создании Советов многоквартирных домов. У нас для этого собрана единая документальная нормативная база, есть положение о Совете многоквартирного дома. Также по поводу ТСН, у нас сейчас группа юристов разрабатывает весь пакет нормативных документов для того, чтобы его можно было получить и, соответственно, на базе вот этих готовых шаблонов или инструкций начинать продолжать работу. Вот ваша организация, она еще и межрегиональная организация. Что это означает? Ну, мы представлены не только в Челябинской области. У нас еще есть общественные приемные в Курганской области и в Свердловской областях. Что это дает вашему объединению и, например, тем садоводам, которые находятся в Челябинске? Ну, вообще, задача общественной организации – это лоббирование интересов членов этой организации в органах местной законодательной и исполнительной власти. Но, кроме того, я хотел бы еще повторить, что одна из приоритетных задач – это все-таки решать реальные проблемы, решать реальные граждан. Соответственно, вот один из примеров – это более тысячи тонн гравия было для садового товарищества выделено бесплатно в рамках действия, опять же, проекта «Народная карта». А вот проезд какой-то там бесплатный тоже был интересен? В этом году сохранены льготы на проезд на железнодорожном транспорте для пенсионеров-садоводов. Соответственно, через общественную организацию можно получить эти справки. Либо у представителей садового товарищества, который получает их у нас, соответственно, по реестру. Вот еще такой момент. Сейчас приближается самый такой важный сезон летний, когда будет все расти и цвести. И, соответственно, будут появляться какие-то плоды, какие-то интересные урожаи. Вот. Ну, большое желание у садоводов выйти со всем своим урожаем на рынке и каким-то образом это все реализовать. Вот вы в этом им помогаете? У нас совместно с нашими партнерами «Южералстройсервис» организовано право бесплатного размещения для садоводов для реализации излишков своего урожая. Это в Ленинском районе, в районе ДК «Восход». Вы пока в одном месте, да? Да, пока в одном месте. Но мы над этим вопросом работаем. То есть, в принципе, там хорошие торговые площади, где можно... Там торговые павильоны, да, где можно как раз-таки излишки урожая организовать, продажу на бесплатной основе. Еще последний, наверное, вопрос, который многих интересует. Стоимость электроэнергии в садовых товариществах так? Ну, здесь не совсем правильно говорить о том, что тариф именно является таким-то для каждого садовода. По сути дела, садовое товарищество, оно же не является поставщиком электричества. Оно всего лишь их перераспределяет между своими членами электричества. Соответственно, при этом распределении возникает ряд дополнительных потерь, которые связаны с ветхостью линий внутри садового товарищества, с обслуживанием этих линий. И так называемый тариф, который на киловатт в итоге становится больше, чем входящий в это садовое товарищество, оказывается немного больше. Ну, зачастую на рубль с чем-то или на два рубля больше. Но, конечно, потребители. В идеале, конечно, эту проблему можно было бы решить путем перехода потребителей электроэнергии на прямые взаиморасчеты, как физических лиц с энергопоставляющей организацией. Но это будет так? Это будет сложный процесс. Он, в принципе, постоянно озвучивается для этого. Мы этот вопрос поднимали в Совете потребителей Морска Урала, куда наша организация тоже входит. Но, скажем так, что это решение будущего предстоит. Спасибо вам за участие в нашей программе. Думаю, что была очень полезная информация для всех наших собственников садовых участков и недвижимости. Я напоминаю, что это была программа «Есть вопросы». Мы говорили о том, как живется садоводом в новых экономических условиях. Субтитры подогнал «Симон»